привет меня зовут лера сегодня я буду выкрашивать всю палитру акрилекса которая у меня есть краски акрилекс это бразильские краски которые обладают фантастической мягкостью я уже сняла кучу видео о них вы можете посмотреть в описании этого видео ссылки на предыдущие материалы об этих красках кроме фантастической мягкости также у них фантастический белый цвет посмотрите как он ложится у меня в арсенале здесь есть и металлики и обычные цвета и неоновые цвета так что будет интересно а если вы самый внимательный то напишите в комментариях сколько цветов вы насчитали при работе над первым слоем на темной ткани я вам покажу все названия до цветов все номера цветов чтобы вы имели представление если будете делать заказ у вас уже будет четкое видение да как выглядит этот цвет на темной ткани у меня здесь краски разных лет то есть есть какие-то просроченные что самое интересное краскам абсолютно плевать вышел у них срок годности или не вышел и они одинаково хорошо держатся на ткани это просто удивительно у свежих красок более жидкая консистенция и более приятная а у старых консистенция очень густая они знаете как желе ее пытаешься вытащить прям кисточка выступает в роли лопатки и ты достаешь оттуда краску и пытаешься ее размазать по ткани но по всем свойствам то есть как она ложится на ткань как она держится на ткани как ощущается на ткани эти краски абсолютно одинаковые и даже при смешении они тоже абсолютно хорошо держатся носятся и конечно это мои фавориты одни из моих самых любимых красок из всех вообще что у меня есть у них огромная палитра то есть у меня здесь не вся палитра естественно вообще изначально у меня было гораздо больше цветов но я вот такая щедрая душа раздарила просто все металлики все цвета которые мне казались знаете невостребованными я раздарила все чтобы другие люди тоже могли попробовать эти краски попользоваться ими чаще всего я устраиваю лотереи на своих программах обучения кстати в описании этого видео есть ссылка на мой сайт и там вы можете поучиться под моим руководством но либо по крайней мере изучить программы до обучение под моим руководством и среди учеников я часто разыгрываю подарки и там как раз таки были уже такие призы до из акрилекса и это было конечно очень очень здорово вот только из-за этого до палитра у меня немного поскуднела но честно говоря я не жалею об этом кстати неоны как и в любых других красках до у других производителей неоны ложатся очень прозрачно и поэтому мы здесь будем добавлять белую подложку до для того чтобы цвета легли хорошо очень интересно также что акрилекс не делится дат на краски для темных и для светлых тканей то есть это просто краски для ткани у них одна единая серия так вот некоторые цвета абсолютно не ложатся на темную ткань без помощи белой подложки а некоторые цвета ложатся а некоторые цвета ложатся но не так хорошо так что здесь очень такой интересный момент и нужно знать какие именно цвета не ложатся даже на первом слое это уже прекрасно видно посмотрите там желтый зеленый до неоновые они хорошо проваливаются под ткань до впитываются в цвет ткани на темной ткани так что посмотрим еще впереди на остальные металлики у меня в очень ограниченном количестве но тем не менее есть чем похвастаться кстати металликами я расписывала носочки и металликами я расписывала толстовку на 60 процентов всего лишь хлопковую и вы не поверите роспись до сих пор жива у акрилекса очень приятная палитра но при этом у них очень много промежуточных цветов что если посмотреть то например у них фиолетовый да потом и светло-фиолетовый и этот светло-фиолетовый очень легко получить смешав обычный до их фиолетовый с белым и все и и уже можно получить их цвет но я например люблю использовать широкую палитру чтобы не намешивать отдельный цвет очень часто ты не попадаешь потом оттенком когда смешиваешь заново себе на палитре цвет и это все может выходить какой-нибудь непонятный стресс которого можно было бы избежать очень много розовых цветов есть например цвета которые практически одинаково называются но выглядят по-разному этот цвет розовый то есть он может быть как роза написан по-английски или роза например написан по-испански да и они тут сразу становятся абсолютно разными цветами старые баночки у меня с указаниями цветов на английском языке а новые на португальском языке ну то есть на языке на котором они производятся в бразилии у металликов дублируются номера то есть у них точно такие же номера по крайней мере у меня но по цветам я не могу сказать что они одинаковые они очень сильно отличаются то есть даже розовые вы видели они абсолютно разные их нельзя вот так знаете поставить между ними знак равно когда акрилекс продавались еще просроченные очень много было коричневых оттенков совершенно разнообразных очень приятных натуральных но тем не менее была очень такая скудная палитра сейчас в магазине кикс hard палитра гораздо шире гораздо интереснее и конечно там вот есть где разгуляться я наношу уже второй слой и на подложку я тоже сделала второй слой белая краска на черную ткань ложится в два слоя прямо в хороший белый цвет я когда рисую да там в трафаренной технике или в свободной росписи я могу сделать максимум три слоя белого но обычно я делаю третий слой обязательно потому что знаете когда хорошо растушевываешь краску она может как бы плешивить до оставлять такие темные следы ткани и тогда нужно ее обновить чтобы цвет был поровнее вот а так вообще в два слоя можно рисовать спокойно и будет очень круто да что уж если делать определенной толщиной слои можно рисовать его один слой конечно я вам этого не порекомендую но сам факт да что например для некоторых деталей могло бы подойти и нанесение в один слой то есть например если нужно было бы расставить брызги расставить точки или какие-нибудь штрихи это все отлично ляжет в один слой и будет здорово держаться я уверена я сделала белые подложки под самые прозрачные цвета видите я все сдала вам так что знаете какие цвета максимально прозрачны это естественно желтые не металлики до металлик он очень ярко ложится вообще металлики всегда очень хорошо ложатся это просто мистика какая-то наверное все дело в блестках они имеют какую-то супер силу бирюзовый цвет синий ультрамарин очень плохо лег так что все неоны естественно ужасно ложатся на темную ткань ему нужна поддержка это уж точно а все остальные цвета готовы ложиться на темную ткань своими собственными силами и обязательно хорошо да и ярко ложится в принципе на темную ткань старые просроченные краски приходится возвращать к жизни с помощью воды иначе они могут начать скатываться видимо их как раз просроченность говорит об этом о том что им не хватает воды в составе а новые краски они совершенно другой консистенции да как я говорила они более жидкие и из-за этого ими гораздо легче рисовать они могут ложиться на белую подложку с одного слоя супер ярко и это конечно просто восторг и я обожаю обожаю когда краски делают так на финише они как резиновая пленочка и это тоже очень здорово поэтому я могу их в этом только похвалить если минусы у красок конечно есть мне кажется что у всех красок есть минусы особенно если посмотреть на них особенно критично да но как я и говорила я готова терпеть любые минусы ради определенного эффекта которого я пытаюсь добиться то есть если мне нужно чтобы моя роспись не трескалась да если мне нужно чтобы она была достаточно мягкой и комфортный если мне нужно чтобы она подходила под мои рисунки и под мои техники и она все это выполняет да то с чего бы вдруг да я от нее отказалась да эти краски густоватые по сравнению с деколой например да эти краски не так хорошо растушевываются по сравнению с деколой например да но тем не менее у них есть огромный ряд плюсов ради которых я готова их терпеть точнее терпеть их минусы конечно одним из главных минусов является ограниченность то что ты не можешь купить их в любой момент когда у тебя заканчивается цвет потому что например ты рисуешь да и у тебя неожиданно заканчивается белый цвет тебе срочно его нужно докупить а его нигде нет и это просто катастрофы согласитесь раньше минусом была ограниченность цветов но сейчас это все в прошлом поскольку огромная до широчайшая палитра сейчас доступна это совершенно новые цвета и также старые цвета комфортные какие вот нужны и можно также влиять на будущие поставки выражаю свой интерес к определенным цветам можно в отдельном чате да где собраны люди любители акрилекса можно выражать свое мнение и выражать свои пожелания к будущей поставки это очень круто тем временем я перешла на светлую ткань здесь я уже теряю терпение и поэтому сразу же сушу свою выкраску чтобы сразу же покрыть ее вторым слоем здесь я также делаю акварельный эффект и делаю на темной ткани на белой подложке полоски и также просушиваю на темной ткани выкраску чтобы сразу же нанести последний слой и уже близится к финишу но как вы видите по времени мы на самом экваторе в это трудно поверить но выкраска заняла у меня просто сумасшедшее количество времени это просто выбивает из колеи ты сидишь выкрашиваешь это к ночью там квадратики до акварельные эти полосочки сейчас я все это сделаю буквально вот за два часа а потом добавляешь видео к себе в приложение и понимаешь что видео без монтажа длится девять с половиной часов я не знаю куда ушло все это время это просто с ума сойти зачем нужны такие выкраски кстати мы ни разу об этом с вами не говорили и сейчас самое время это обсудить просто квадратики я выкрашиваю для того чтобы посмотреть как цвета ложатся на цвет ткани то есть у меня есть черная футболка до темно-синяя какая-нибудь синяя у меня есть белая футболка и я выкрашиваю цвета чтобы посмотреть как они выглядят если я буду делать роспись этими красками я должна ориентироваться на то какой она будет в работе также я рисую мини маусов это именно тот рисунок который однажды у меня смылся в краске пебел когда я нарисовала полноценную роспись которую я хотела продать до для наличия рисовала и у меня попала грязь и я пошла смывать и у меня смылась черная окантовка вся и я постирала и и до окантовка слезла и с тех пор я рисую именно этих мышей потому что их рисовать очень легко тут не нужно никаких усилий прилагать и это именно тот уровень сложности моих рисунков на заказ на самом деле сложность рисунков на заказ у меня разная но это одна из самых популярных картинок которые я делала до моменту когда когда я начала делать выкраски всех красок которые я покупаю и снимать это все дело на видео и в стирку отправляется именно мыши то есть здесь нету цели выстирать именно квадратики потому что квадратики никогда не показывают настоящую стойкость краски на квадратиках мы можем проверить треснет она или не треснет можно ли ее растянуть но здесь тоже вопрос в том как именно ее растягивать здесь больше показатель это как раз таки рисунок это полноценный рисунок до максимально такой какой я бы потом делала на заказ этими красками и вы можете заметить что всегда когда я делаю выкраски я стараюсь делать и рисунок даже если я этого не покажу вам в кадре будьте уверены у меня есть рисунок этими красками потому что даже на выкрашенном квадратике нанесенная черная краска никуда не делась после того как постиралась моя выкраска да на квадратиках я нарисовала сложный такой рисуночек из листочков и у меня ничего не никуда не делась а на самом деле краска оказалась плохой и она смывалась и после этого я стала рисовать рисуночки поделитесь в комментариях делаете ли вы такие выкраски и с какой целью вы делаете такие выкраски или по крайней мере может вы делали до этого видео будет очень интересно почитать а еще самое время напомнить что ваш лайк на самом деле для вас бесплатный а для меня бесценный поэтому поддержите пожалуйста мое видео лайком мне будет очень приятно а youtube посчитаю что это видео интересно и захочет предложить его кому-нибудь еще кстати за эти две новые поставки у магазина кикс hard у меня появилось много красивых синих оттенков вы можете их увидеть что их просто куча и есть сумасшедший темный синий до цвет есть приятный бирюзовый и все такое это очень здорово и я так рада я обожаю все синие цвета и здесь еще также появился мой самый голубой настоящий голубой обожаю его просто всей душой кстати даже уже видно как ложится краска на подложку и без подложки я здесь конечно же хитрю и использую просроченную краску на подложке до чтобы не тратить новенькую пока что но тем не менее уже это все видно и хорошо можно проследить до что придется положить два слоя на белую подложку но в этом нет ничего плохого и ничего странного потому что для хорошего такого плотного цвета лучше именно так и делать потому что никогда не угадаешь до краска высыхает расползается вылезают какие-то поры ткани я не знаю и образуются какие-то странные участки которые плохо прорисованы и лучше делать именно парочку слоев и тогда все будет выглядеть просто шикарно так что не пугайтесь если на первом слое у вас акрилекс цветной будет ложиться не так ярко как вы хотели бы если вы привыкли наносить жидкие краски да и вы так привыкли хорошо растушевывать вот это вот все потому что все таки манера до наша техника она тоже очень сильно влияет на то как будут выглядеть краски как они будут ощущаться на ткани и все такое чтобы вы не питали до ложных иллюзий я еще раз расскажу вам что белая краска акрилекс ощущается довольно плотно на ткани она чувствуется гораздо жестче я кстати решила выкрасить белые полосочки по всей палитре на белом цвете и прогреть утюгом хотя это не требуется то есть представьте себе не обязательно прогревать утюгом роспись просто вау но я закрепила в течение трех минут утюгом и посмотрите что у меня получилось о чем я и говорила с белой подложкой роспись получилось пожестче а без белой подложки помягче это не ощущается совсем как ткань это ощущается как тонкая тонкая приятная резиновая пленочка чего не скажешь о акварельной технике акварельная техника ощущается как ткань прям буквально и посмотрите в некоторые цвета белый цвет провалился именно при нагревании без нагревания ничего не происходит и эти краски можно не закреплять термически достаточно высушить их в течение 72 часов и тогда они будут считаться как бы сама закрепившимися посмотрите как выглядят цвета на белом это конечно фантастика есть розовый просто который светится без огня так сказать да без света если сумасшедшей силой растянуть на тонких местах естественно трескается все трескается на тонких местах поэтому я рекомендую вам наносить в два слоя до чтобы вы точно не пропустили какие-то участки выглядит конечно суперски давайте посмотрим на темной ткани здесь конечно сразу хочется растянуть все и посмотрите где была подложка в один слой там могут появиться трещинки где в два слоя там ничего нет я тяну просто сумасшедшей силой и ничего не происходит обалдеть конечно это всего лишь полоска они огромный рисунок знаете во весь перед но извините меня я в целом не рисую огромные рисунки во весь перед обычно ну и посмотрим на наши выкраски здесь видите может показаться что плотноватый рисуночек потому что здесь нанесена белая подложка а без белой подложки вышло здорово поэтому лучше возьмите слоновую кость вместо белого да или используйте любой другой светлый супер светлый цвет который визуально найти вам напоминает аж белый и тогда ваша роспись будет помягче смотрите я растягиваю и вы сами все прекрасно видите да что происходит ничего не происходит давайте посмотрим на палитру здесь краски нанесены в четыре слоя на металликах в три слоя потому что металлики и так получились супер яркими там даже на втором слое уже почти не видно границы с первым вау просто вау согласитесь ну согласитесь же и посмотрите 803 предатель как он по-разному выглядит на ткани и на белой подложке как и неоны как и 543 ультрамарин он вообще прозрачные на ткани и на подложке вообще его никогда не выровняешь только мешать чем-нибудь вот такие у меня тут цвета какой вам цвет нравится больше остальных может быть несколько цветов как вам в целом такая палитра но и давайте посмотрим на изнанку это очень густые краски поэтому они видите не очень сильно пропитываются насквозь но пропитываются тем не менее это совершенно нормально ну и посмотрим под ультрафиолетовым цветом как у нас светятся некоторые цвета вы можете заметить что светятся не только неоновые цвета ну и например персиковый цвет мой голубой цвет светится до розовый цвет и вообще в целом видимо они берут эти неоновые основы и на их основе до мешают другие цвета ну и на белом почему-то светится по-другому не так как на черном обалдеть хочется просто потрогать сразу всех цвета некоторые просто горят при ультрафиолете обалдеть и они конечно очень мягкие и очень тактильно приятные не остановиться ну и вот такая выкраска у меня получилось спасибо большое что посмотрели это видео до конца огромное спасибо что поддерживаете меня спасибо за ваш лайк за ваш комментарий и встретимся в новом видео напишите в комментариях если ждете новые выкраски я буду очень рада если вы ждете новые выкраски и до встречи в новом видео пока